Всем привет! Прежде чем мы начнем, хочу сказать, что на этом канале вы можете заказать платный пересказ вне очереди на любой сериал или фильм. Для того, чтобы сделать это, напишите мне вконтакте, в телеграме или на мою почту. Все необходимые ссылки вы найдете в описании под этим видео. Итак, первый эпизод сезона начинается с того, что финансовый консультант Марти Вёрт, разговарив с потенциально новыми клиентами, смотрит видео, на котором его жена изменяет ему. Вскоре после этого Марти идет домой, чтобы поужинать со своей семьей, женой Венди, дочерью Шарлоттой и сыном Джона. В ходе этого Марти даже не пытается сказать жене, что знает о ее романе и продолжает вести себя так, будто в семье все в порядке. После того, как Марти снова смотрит видео с изменой своей жены, он решает, что ему нужно выйти из дома и подышать немного воздухом. На улице нам дают иллюзию, что Марти с проституткой, однако на самом деле это всего лишь его воображение. Эй! Дрочить в машине нельзя, мы тут работаем. Ага, спасибо. В это же время звонит его деловой партнер Брюс Лидел и говорит, что им нужно срочно встретиться, хотя на улице уже полночь. Скажи в чем дело и я... Дел. Дел приехал. Когда Марти прибывает в назначенное место, мы узнаем, что он и его партнер Брюс занимались отмыванием денег для наркобарона из картеля по имени Камино Дел Рио. И помимо своего партнера Брюса, в помещении Марти видит владельца автотранспортной компании Хэнсона Старшего и его сына Хэнсона Младшего, которые тоже ведут дела с Делом. Но здесь возникает вопрос, что же стало причиной этой срочной встречи? И в этот момент Дел начинает рассказывать им историю о том, как одна женщина много лет работала на его отца в их продуктовом магазине и как однажды она украла у его отца. И теперь Дел спрашивает каждого из присутствующих, что должен был в этой ситуации сделать его отец. Сообразив, что эта история имеет какой-то посыл, Марти с насмешкой заявляет, что по его мнению Дел просто хочет их запугать. Однако для того, чтобы доказать серьезность своих намерений, Дел стреляет через закрытую дверь в ванную, убивая невесту Брюса, которая немного ранее туда ушла. Затем Дел снова задает вопрос, что должен был сделать его отец с воровкой и становится понятно, что эта история была рассказана присутствующим, так как кто-то из них украл у картеля 5 миллионов долларов. И после убийства невесты Брюса, напуганные мужчины признаются, что это сделали они, хотя Марти здесь вообще ни при чем. Но прежде отвечая на вопрос из истории Дела, они предлагают отцу дать тете еще один шанс, тем самым показывая, что они тоже заслуживают второго шанса. Однако Дел безжалостно убивает всех виновных. Но когда он добирается до Марти, в качестве отчаянной попытки спасти свою жизнь, Марти начинает рассказывать Делу, что есть способ вернуть его деньги путем отмывания этой крупной суммы. Для этого, по словам Марти, он поедет в городок Озарк, где, по его профессиональному мнению, есть отличный потенциал для отмывания. Марти уверяет Дела, что если он останется в живых, то заберет семью и переедет в Озарк, и за 5 лет отмоет ему 500 миллионов долларов. По крайней мере, это предложение Марти интригует Дела, хотя он и не особо верит, что ему удастся провернуть это. Но все же, Дел разрешает Марти переехать в Озарк и попытаться. Однако при этом, Дел дает Марти всего двое суток, чтобы тот перед отъездом вернул ему 8 миллионов долларов, украденные Брюсом. Почему 8, вы узнаете позже. И плюс к тому, Дел взял с него слово, что Марти докажет реальность своих слов, отмыв ему эти 8 миллионов долларов всего за 3 месяца. После этого Марти возвращается домой и рассказывает Венди о том, что произошло. И нам становится очевидно, что жена была в курсе настоящей работы мужа. Понятно, что она не в восторге от переезда в небольшой городок, но выхода нет. Поэтому семья выставляет дом на продажу, и Марти начинает постепенно ликвидировать свою фирму, попутно собирая 8 миллионов. В это же время Венди вся на эмоциях от случившегося общается со своим любовником-адвокатом Гэри из того видео с изменой. И рассказывает ему о том, что происходит. В ответ Гэри убеждает Венди опустошить ее совместной с мужем банковские счета и просто уйти от него. Ну а тем временем Марти встречается со своим частным детективом, который следил за Венди и собирал всю грязь про нее. Теперь детектив сообщает Марти, где живет Гэри, и Марти едет за своей женой и деньгами, которые та уже успела снять со счетов. Однако, к сожалению, Дел немного раньше узнал об этом, чем Марти, и первым появился в многоэтажной квартире Гэри, думая, что Марти решил сбежать из города, прежде чем вернуть должок. Поэтому, когда Марти приезжает к зданию, прямо перед ним с 80 этажа падает Гэри, которому явно помогли упасть. И вместо того, чтобы пойти в квартиру за своей женой, Марти дает задний ход, садится в машину и просто уезжает. Но при этом он принимает звонок Аделла, который снова спрашивает, что должен был сделать его отец с воровкой. И теперь Марти дает ему ответ. Уволите ее. Почему? Она не впервые обокрала вас. А что же? Вы просто ее впервые поймали. Видимо, удовлетворенный ответом, Дел оставляет Венди в живых, и она возвращается домой к мужу, у которого получила собрать почти всю нужную сумму без 6950 долларов. Поэтому Марти предлагает Делу отдать ему свой минивэн, чтобы компенсировать нехватку. Дел забирает минивэн, а потом сдает его Марти в аренду, чтобы он и его семья могли уехать в возорг. А после этого напоминает Марти о его миссии в этом городе. И, кроме того, мы узнаем, почему украденная сумма из 5 миллионов превратилась резко в 8. Также, помимо основной сюжетной линии, мы узнаем, что в дело вмешалась ФБР, которая в растерянности из-за того, что Брюс, за которым они следили, и который был их информатором, куда-то пропал. Но при этом у них остался Марти, который, как они узнали, уехал из Чикаго в возорг. И теперь по приезду семья временно селится в дешевом отеле, в то время как Венди ищет для них недорогое жилье. А Марти начинает искать бизнес, в который он сможет проникнуть и с помощью него отмывать деньги для картеля. Однако перед уходом Марти напоминает своим детям оставаться на месте и не выходить из дома. Сегодня, пока мама покупает дом, вы будете сидеть здесь. Это ваша работа. Все ценное у нас в этой комнате. Вскоре мы узнаем, что такое указание было дано, потому что в доме Марти прячет под кроватью 8 миллионов долларов. И в то время как Венди показывает один отрадительный дом за другим, местный парень и малолетний преступник по имени Вайотт подходит, чтобы поговорить с Шарлотой и пригласить ее заняться вейкбордингом. На что девушка соглашается, хотя ей и ее брату сказали не уходить из дома. Тем временем Марти появляется в стриптиз-клубе и встречается там с его владельцем Бобби Дином, которого пытается уговорить, позволить ему быть, так сказать, молчаливым партнером в его бизнесе. Однако Бобби отказывает ему, так как понимает, что Марти просто пытается использовать его бизнес для отмывания денег. И это же становится большой проблемой для Марти, так как в этом маленьком городке не так уж и много предприятий, через которые он сможет делать то, что ему нужно. И пока Марти в отчаянии чуть ли не решает покончить с собой, Венди находит приемлемый дом, в котором можно жить. Однако у этого дома есть своего рода багаж, по имени Бадди Диккер. Бадди это владелец этого дома, который неизлечимо болен сердечным заболеванием. Однако он желает, чтобы в его доме жили, в то время как он будет жить в подвале до тех пор, пока не умрет, что может быть очень даже скоро. Скажите-ка, ваше сердце, год? Да, год. Может полтора. Тем временем мы переносимся на Шарлотту и ее новых друзей, которых начинает неожиданно преследовать полиция, так как лодка, на которой они катаются, была украдена Вайетом. Поэтому, дабы спасти себя и своего брата, Вайет надевает на Шарлотту спасательный жилет и бросает ее в воду, как отвлекающий маневр. И теперь Марти с Венди вынуждены нанести визит в полицейский участок, чтобы забрать свою непослушную дочурку. Местный шериф Джон Никс, судя по всему, очень рад наложить на семью большой штраф за этот инцидент, просто потому что они новички в Озарке. Однако Венди сообразив, принимается угрожать репутации шерифа, напоминая ему, что ему нужны избиратели для предстоящих выборов. А они как раз тоже будут в числе избирателей, так как они жители этого города. Вас назначили или избрали, шериф? Избрали. После разговора, шериф Никс говорит семье, что им повезло, что Шарлотта не спуталась с Рут Лэнгмор, так как у той огромный список обвинений в кражах. И в этот самый момент Марти вспоминает, что Рут работает уборщицей в мотеле, где они остановились. И теперь, вернувшись в мотель, Марти обнаруживает, что 8 миллионов долларов были украдены прямо из их номера. Расспросив Шарлотту о ее новом друге Вайете, который оказался двоюродным братом Рут, Марти узнает, где можно их найти. И найдя все семейство в сборе, Марти начинает убеждать их, что хранить эти деньги – очень плохая идея. И объясняет, почему. В банках не положишь. Там стучат в налоговую о любых вложениях на сумму больше 10 тысяч. Так что банк – это не вариант. И крутую тачку за наличку не купишь. Налоговая сразу явится. Так что это только на продукты и на бензин. Вот и все. Затем, чтобы придать веса своим словам, Марти рассказывает им о наркокартеле Наварро, которому принадлежат все эти деньги. И если деньги не будут возвращены, все они без исключения будут убиты. Немного поразмыслив, Бойт, дядя Вайета, все равно берет 20 тысяч долларов и семейство уходит, оставляя Марти остальную сумму. Ну а тем временем ФБР находит останки тела Брюса, его невесты, Хенсона-старшего и его сына. Когда грузовик с бочками, в которых они находились, попадает в аварию, и кислота, в которой растворили тела, разлилась по трассе. Вернувшись в мотель, Марти разговаривает с сыном, который рассказывает ему о местной гостинице Blue Cat, которую, по мнению Марти, можно использовать для отмывания денег. Поэтому, отыскав хозяйку почти обанкротившейся гостиницы по имени Рэйчел, Марти пытается убедить ее позволить ему стать ее партнером. Однако Рэйчел отказывается, считая, что Марти воспользуется ее и без того ужасным положением и в итоге заберет у нее всю гостиницу. Однако вскоре намеренно, спровоцировав драку с местным грубьяном, который обозвал парня с болезнью Дауна, Марти понадеялся, что таким образом завоюет уважение Рэйчел. И в этом он не прогадал. Между тем, ведущий агент ФБР Рой Пэтти начинает задаваться вопросом, почему Марти так быстро покинул Чикаго и отправился в Возорог. И для того, чтобы ответить себе на этот вопрос, он решает отправиться за ним. Затем мы на мгновение переносимся в переехавшую в новый дом семью Марти, а именно на момент, когда Венди рассказывает детям, чем на самом деле занимается их отец. Ваш отец отмывает деньги для наркокартеля. И теперь, когда дети знают, почему они переехали в Возорог, Марти обсуждает с семьей, что они будут рассказывать людям о том, почему они сюда переехали. Мы выкупили отель Блю Кэт. Совершенно верно. Мы купили отель Блю Кэт. А в это время их фотографирует уже прибывший Возорог под видом местного жителя агент Пэтти. Вскоре во время общения с Рэйчел Марти раздумывает над тем, как они могут увеличить посещаемое заведение. И для начала Марти предлагает снизить цены на горючее для яхтсменов. В этот момент появляется Рут, которая требует от Марти, чтобы он дал ей работу, так как ее уволили из мотеля после кражи. И когда Марти отказывается, Рут начинает угрожать, что расскажет всему городу о его 8 миллионах долларов. Поэтому, чтобы заставить Рут молчать, Марти берет ее посудомойкой. На твоем месте я бы предпочла держать меня рядом, нежели слоняющийся по городу и рассказывающий каждому встречному о твоих 8 лямах. Однако идея взять Рут на работу не нравится Рэйчел, так как она знает о репутации Рут как воровки. Люди заслуживают второго шанса, как и бизнесы. Если она украдет хотя бы вилку, ей крышка. На следующий день 7 марта посещает агент ФБР Тревор Эванс, который, к слову, недавно был любовником агента Пэти. Так вот, агент расспрашивает Марти, почему он уехал из Чикаго и не знает ли он, что случилось с его напарником Брюсом. В ответ Марти объясняет, что уехал потому, что увидел в возрасте возможности для бизнеса. А что касается Брюса, то он не знает, где он находится. Однако в то же время Марти добавляет, что в последнее время Брюс вел себя странно и много звонил по телефону, разговаривая по-испански, тем самым намекая на то, что тот разговаривал с испанским картелем. И в этот момент агент сбрасывает на Марти и Венди бомбу в надежде, что они сломаются, говоря, что Брюс работал с ФБР в качестве информатора против картеля. Ну а теперь он мертв. Однако Марти и Венди не дрогнули и продолжили держаться своей истории, настаивая на том, что не знали, что случилось с Брюсом. Нам подвернулась возможность, и мы решили перевезти детей в более спокойное место. После напряженного разговора с агентом, Венди в поисках работы идет к риелтору, который нашел им их дом, и спрашивает, не нужна ли ему помощь в офисе или украшении домов для продажи. Однако парень вежливо отказывается, давая понять, что украшением домов у него занимается его мама. Но все же Венди проявляет настойчивость, и в отсутствии агента она показывает паре дом, который она обставила своей красивой мебелью, которая пылилась в гараже. И видя, какую прекрасную работу проделала Венди, агент просто не в силах отказать ей в работе. Мама будет в ярости. Вернушись домой, Венди обнаруживает на своей лужайке мертвую тушу, которой грызут стервятники. Венди полностью убеждена, что это проделка лэнгморов, поэтому схватив мертвое животное, она приезжает к ним домой и бросает им на крышу мертвую тушу, предупреждая, чтобы они не связывались с ее дочерью. Тем временем, Марти находится в раздумьях, что ему делать дальше, так как отеля недостаточно, чтобы отмыть такое количество денег. И внезапно на Марти нисходит прозрение, побуждающий его отправиться в стриптиз-клуб, чтобы пообщаться с одной из стриптизерш. А тем временем, вернувшись домой, Рут обнаруживает, что 20 тысяч долларов, ранее забранные у Марти, и которые она заперла в шкафчике, просто исчезли. И вскоре она выясняет, что Бойт и его брат Рос потратили деньги на покупку рысей, утверждая, что в интернете на экзотических животных можно много заработать. Однако, притащи братья в клетки, она указывает им, что они по своей тупости купили двух самцов, а значит размножаться у них точно не получится. Разозлившись, Рут под дулом пистолета закрывает братья в клетки с рысами, но при этом говорит им, что решила работать на Марти, чтобы научиться отмывать деньги для своей семьи. А после она собирается убить Марти. Четвертый эпизод начинается с того, что голос Марти дает зрителю ускоренный курс по отмыванию денег. Марти буквально нужно состарить, помять, повалять в грязи деньги, в общем сделать что угодно, чтобы они истрепались, и не выглядели новенькими. И наконец, нужен бизнес с наличкой, без всяких чеков. Перемешиваешь 5 миллионов с деньгами от этого бизнеса, и смесь отправляется из американского банка. В банк любой страны, которая хрен кладет на налоговую. Затем переводишь на расчетный счет, и вуаля. Все, что тебе нужно, доступ к 3 миллионам терминалов, потому что твоя работа сделана. Твои деньги чисты. После этого пролога идет проходная болтовня по поводу того, должны ли они перевести активы Марти на имя Венди. Марти этой идее не нравится, и он просто отмахивается от нее. Если тебя арестуют, все счета заморозят. Этому тоже не бывать. А что если я, если мы, сделаем что-нибудь с деньгами? Недвижимость купим. Недвижимость? В качестве вложения. Венди, я тут наши жопы спасаю, а не карьеру тебе делать помогаю. Я со вчера пытаюсь рассказать про недостроенный дом на Санрайс-Бич. И что с ним? Я купила его на деньги с продажи дома в Чикаго. Я не эксперт, но уверена, можно отмыть деньги на его ремонте. И если честно, мне насрать, нравится тебе это или нет. У меня хорошее предчувствие. Да, у Марти нет времени думать о будущем. Он пытается сохранить жизнь своей семьи сегодня и отправить к картелю несколько чистых миллионов. Признай, Марти, ты в жопе. Мы нежно убьем твою семью и покончим с этим безумием. И если Марти беспокоит тот факт, что его дочь Шарлотта привлекает внимание мужчин постарше своим внешним видом, Может Шекспира к жопе прилепишь, чтобы привлечь кого-нибудь поприличней? То что тогда говорить о беспокойстве Марти по поводу его сына Джоны? Буквально на его глазах Джона разрезает мертвого койота, что, честно говоря, действительно вызывает беспокойство. Да уж, вот что происходит, когда вы смотрите видео на ютубе об убийствах, совершенных картелем, И болтаете со стариком о том, как он все отчетливее слышит шаги дамы с косой. Ну, мы рождаемся верхом на могиле. Марти решает поговорить о Джоне с Венди, но она не обращает на это внимания. И мы узнаем, что она это делает не потому, что ей нет дела до увлечения сына, А потому, что у нее есть брат с какой-то непростой историей. И она беспокоится, что, может быть, это передалось генетически Джоне. Однако, в конце концов, родители решают поговорить с сыном, Только чтобы узнать, что он разрезал мертвых животных, чтобы изучить поведение стервятников. Да, если немного вспороть живот, гриф индейки летят на падаль со скоростью 35 миль в час. С тех пор, как мы видели Марти в последний раз, он был занят получением дополнительной информации о стриптиз-клубе, Которую он хочет заполучить и с его помощью отмывать деньги. Для этого он встречается со стриптизершей, которая скармливает ему информацию о владельце стриптиз-клуба И рассказывает ему о сейфе, стоящем в офисе Бобби Дина. После он просит помощи у Рут, которая должна украсть сейф из кабинета Бобби. Марти начинает с того, что предлагает Рут 10% от ограбления, А она в ответ требует 80%, что довольно удивительно и показывает, что Рут далеко не глупая девушка. Однако и Марти не глуп, поэтому в ходе диалога они договариваются о 25%, После чего она идет на собеседование к Бобби, якобы чтобы устроиться к нему на работу. Однако на самом деле ее цель глянуть на сам сейф. О, какого хера? Думаю ты прав, стриптиз не для всех. Затем Рут просит у Марти 2000 долларов, но не говорит ему зачем. Оказывается, деньги нужны для того, чтобы заплатить пятерым парням за помощь в стриптиз-клубе. После Рут приводит свой план в действие, и полицейский появляется в клубе из-за сообщений о выстрелах. Там же копы замечают несовершеннолетних ребят, которым Рут заплатила, И пока все отличены появлением копов и арестом Бобби за то, что у него в клубе тусуются малолетние дети, Рут приходит в комнату с сейфом, но проблема в том, что открыть она его не может. Поэтому Марти вытаскивает сейф с помощью веревки и своего минивена. Ну а затем мы видим, ради чего было нужно это ограбление. В сейфе денег не оказалось, в чем Рут очень недовольна, а вот Марти доволен и очень сильно, Потому что в сейфе он находит нужный ему документ, который поможет решить его проблему с владением стриптиз-клубом. Однако это счастье длится недолго, так как на землю Марти спускает его же дочь, Которая ругает его и Венди за то, что они говорили о ее брате. Да не может быть, что дело в генах. Он обычный ребенок с подростковой зацикленностью на теме смерти. Это нормально? Да, но что если он тот странный и красивый мальчик, что однажды расстреляет всю школу? Вы нагло врете прямо над этими блинчиками, делая вид, что все нормально. Ладно, все, хватит. Когда вчера пришли к тому, что Джона может расстрелять школу. Вы думаете, я странный, да? Нет, нет. Нет, я так не думаю. С чего мне верить вашим словам, когда вы всю жизнь мне врали? После, услышав, как Венди разговаривает с кем-то по телефону об их семье, в этой ситуации Марти пока это игнорирует и идет к Бобби в тюрьму. Там он предлагает ему 200 тысяч долларов за клуб. И тому становится понятно, что именно Марти стоит за его арестом. Однако сначала Бобби не соглашается отдать клуб. Но Марти рассказывает, что у него на руках документ, который доказывает, что Бобби основал небольшую фирму, через которую он отмывал деньги. И хотя теперь эта маленькая бумажка находится у меня, я не отниму у тебя клуб. Я его куплю. Я просто хотел представиться. Меня зовут Марти Бёрд, и теперь я гордый владелец этого клуба для истинных джентльменов. Уладив эти дела, Марти решает выяснить, кому же звонила его жена. Оказывается, это был Гэри. Здравствуйте, это Гэри Сильверберг. Оставьте сообщение после гудка. Но как, если Гэри мертв? Ответ ни нам, ни Марти пока неизвестен. Затем мы перебрасываемся на Бобби, который приезжает к двум крупным игрокам сериала, Дарлин и Джейкобу Снеллу, для которых Бобби отмывал деньги. Новость о том, что Бобби потерял клуб, печалит их. И хотя он пытается успокоить Джейкоба, заверяя, что разберется с Марти, Джейкоб и Дарлин убивают его. Это эффектное знакомство с двумя людьми, которые создадут немало проблем для семьи Марти. Ну а между всем происходящим мы видим, как Петти наблюдает за Марти, попутно проявляя интерес к расу Лэнгмору, проводя с ним свободное время на рыбалке, видимо, для какой-то цели. Однако Расс догадывается, что Петти гей, поэтому общение с ним для него не очень приятно. До каких-то пор. Пятый эпизод представляет нам ключевого персонажа сериала в лице Мэйсона Янга, начиная с воспоминаний о дне, изменившем его жизнь. Несколько лет назад, увидев, как парень грабил магазин, Мэйсон попытался уговорить вооруженного преступника прекратить, но получил серьезное ранение. И с тех пор, оставшись в живых, Мэйсон отдал себя служению Бога, стараясь сделать добрые дела для людей. Но к нему мы еще вернемся. Около его причала плавает тело Бобби Дина. И плавает оно именно там не просто так. Это послание от Снеллов. Но я же не настолько тупой, чтобы убить кого-то и оставить труп у своего причала. А на всякий случай, если Марти не поймет послание, Джейкоб Снелл останавливает Марти прямо посреди дороги и приветливо говорит, что у него были рабочие отношения с Бобби Дином. И теперь такие же отношения он хочет продолжать с Марти, на что тот дает свой ответ. К сожалению, мой работодатель вряд ли одобрит. Эта сцена между двумя умными мужчинами хорошо показывает, что друг для друга они явно станут проблемой. Говоря о Шарлотте, то в этом эпизоде она получает небольшое развитие персонажа, начиная с кокетливого разговора с клиентом в баре и заканчивая примирение с Вайетом, который, если помните, сбросил ее с лодки. Шарлотта же в свою очередь извиняется за то, что Венди бросила тушу опоссума им на крышу и утверждает, что теперь все в порядке. Кроме того, мы видим, что все это время Джона сближается с Бадди, который пытается узнать больше о том, чем занимается Марти, взамен обучая мальчика стрельбе. А что касается Марти, то он буквально за одну ночь стал крупным игроком. Видите ли, местные жители думают, что это он убил Бобби Дина. И теперь в глазах других из тихого бухгалтера Марти превратился в безжалостного убийцу. Что ж, ну ты же знаешь, что я его не убила? Знаю, если ты убийца, то я белоснежка, но что-то я тут гномов не вижу. Однако Рэйчел советует Марти держаться подальше от клиентов, пока все не уляжется. И теперь, используя чуть больше свободного времени, Марти узнает немного информации о семье Снеллов. Они всегда жили на этом холме и поговаривают, что на их ферме творятся плохие вещи. И действительно, мы видим, как сценаристы делают Снеллов почти мифическими. Что-то вроде давней преступной организации, которая, вероятно, существовала в течение нескольких поколений, в самом сердце этой страны. Поэтому понятно, что появление Марти в их владениях не входило в их планы. И теперь Дарлин велит своему, видимо, убийце по имени Эш разобраться с Марти. А между тем, в возрасте появляется Джош Сфильверберг, который хочет поговорить с Венди, спавшись с его отцом Гэри. Дело в том, что он не верит в версию полиции о том, что Гэри выбросился с 80-го этажа. Хотя Марти не присутствовал при этом разговоре, но он знал, что Венди общалась с Джошем. И он явно нервничает из-за того, что копы, возможно, разнюхивают, кто убил Гэри. Он не верит, что отец покончил с собой. И сказал об этом полиция. Однако все же Марти сейчас нужно решить, каким образом он может отмывать крупные суммы денег и делать это так, чтобы не соприкасаться со Снеллами. И в какой-то момент ему и Венди приходит в голову идея, после чего не навещает того самого Мэйсона Янга, его жену Грейс с предложением построить для него и его прихожан церковь. Понятно, что Марти и Венди не решили податься в религию. Для них церковь станет еще одним отличным местом для отмывания денег. Так что теперь мы видим, как Марти использует основные человеческие потребности, такие как отдых, секс и жилье, а теперь еще и религию, чтобы прокормить отмытыми деньгами картель. Однако, что самое интересное, так это то, что мы выясняем роль Мэйсона в делах Снеллов. Финальная сцена эпизода показывает, что Снеллы используют проповеди Мэйсона, чтобы передавать по воде наркотики в религиозных книжечках. Так что в каком-то смысле это и вера, и зависимость в одном доме. И плюс этой торговли наркотиками на воде в том, что копам их не достать. Они 200 лет пытались приручить это место, а когда не смогли, попытались затопить его. Однако теперь, после того, как Марти решил на суше построить церковь для прихожан Мэйсона, бизнес с Неллов под угрозой. Между всем этим, управление в стриптиз-клубе Марти на пару дней передал в руки Рут, которая сразу же взяла все в свои руки и наняла новых привлекательных танцовщиц, чтобы привлечь больше клиентов. И в какой-то момент нам показывают сюжет, в котором Рут ударяет стриптизершу за то, что та упомянула ее отца. Мы видим, что тема отца явно чувствительна для Рут, но мы пока не знаем почему. И все же, несмотря на насилие, Рут настолько умело управляет клубом, что Марти предлагает ей быть управляющей на постоянной основе зарплаты в 1000 долларов за неделю. Может быть, этот добрый жест изменит решение Рут убить Марти, как она это спланировала. Кроме того, наряду с этими событиями, Расс продолжает общаться с Петти, который ясно видит в этом замкнутом человеке способ добраться до Марти. Они вместе ловят рыбу, смеются, и все это выливается в поцелуй, инициатором которого стал Петти, за что получил по лицу. Однако не все так просто, потому что в тот же день пьяный Расс врывается в номер Петти для интима. Видимо, Петти помог Рассу раскрыть свою сущность, которой он так стеснялся. Тем временем, начиная с шестого эпизода, обстановка становится страшнее, но Марти понятия не имеет, насколько все страшно. Хотя он и напуган новой угрозой, которую представляет Джейкоб Снелл, он не подозревает, что один из его новых союзников буквально пытается его убить. Однако к этому мы еще вернемся. В самом начале эпизода на Марти, катающегося на велосипеде, наезжает грузовик, который принадлежит Снеллам. Их люди похищают Марти, и пока Шарлотта и Венди, наткнувшись на велосипед и шлем Марти, начинают его поиски, Джейкоб читает Марти лекцию. Он объясняет, что Снеллы выращивают мак, однако теперь им мешает Марти, который вмешался в их бизнес, пообещав пастору Мэйсону построить церковь, тем самым остановив распространение наркотиков, которые Снеллы проводили на воде. И чтобы показать, насколько они серьезно настроены, Дарлин раскрывает некоторые подробности личной жизни Марти, что указывает на то, что они побывали в его доме, а значит и в любой момент могут добраться до него и его семьи. Однако, как бы то ни было, Снеллы отпускают Марти, потому что понимают, что он работает на кого-то очень опасного. И если они убьют Марти, то за ними придут, а им это не нужно. Но все же они взяли с Марти слово, что он тут же прекратил строительство церкви, заставив пастора и его прихожан вернуться к проповедям на воде. Вернувшись домой, Марти рассказывает Венде, что с ним случилось. И эта информация шокирует ее, потому что получается, что в их частную жизнь вторглись. После мы переносимся на Рут, который общается со своим отцом Кейдом, сидящим за решеткой. И тут мы видим, что отец имеет на дочь огромное влияние, поэтому он и подталкивает Рут действовать быстрее против Марти. Именно это позже и подталкивает Рут к покушению на жизнь Марти. А между тем, план Пэти в отношении раса продвигается на один шаг, когда он предлагает ему открыть в возраке их общий магазинчик наживки и снастей. Давайте здесь кое-что проясним. Итак, нам известен тот факт, что Пэти знает, что Марти занимается отмыванием денег. Ему об этом сказал покойный Брюс. И по мнению Пэти, лучший способ победить Марти – это открыть небольшой бизнес, чтобы стать частью сети Марти. А как насчет мужика, с которым работает твоя племянница? Берда, попросим его инвестировать. Только не его. Почему? Он многим заведениям помогает. Мы составили бы бизнес-план. Попросили бы Рут сделать презентацию. Итак, Расс соглашается познакомить Пэти со своей племянницей, после чего, видимо, начнется что-то интересное. Ну а тем временем, из-за потери церкви и давления со стороны СНЛов, Марти начинает паниковать. Что побуждает Венди потребовать у Сэма, риэлтора, на которого она работает, бонус за то, что она увеличила его доходы в разы. И у нее получается вытребовать 25 тысяч долларов. Но мы понимаем, что это ничтожно маленькая сумма, учитывая сколько денег Марти должен Деллу. Однако эта сцена все-таки дает ощущение, что Венди возьмет на себя более важную роль в бизнесе мужа. И это ощущение усиливается, когда в сцене с Бадди Венди рассказывает, что работала в одной из предвыборных компаний Обамы. А это означает, что Венди есть неплохой опыт в политике. У меня неплохо получалось. Между тем, Рут приводит в действие свой план, согласно которому она должна убить Марти. Для этого она на пристани бросает электрический провод возле лестницы, ведущей в воду. И теперь, кто коснется этой лестницы, сразу же умрет. По ее планам, этим человеком должен быть сам Марти. Однако ее план не срабатывает, так как ему, по мнению Рут, помешал Рас, который разозлился из-за того, что она отказала ему в деньгах на открытие совместного магазинчика с Пэтти. Мы видим, что Марти прекрасно добирается до берега и идет домой, чтобы сказать своей жене, что, похоже, они смогут собрать достаточно денег для Делла. На радостях пара вступает в интимную связь, которой у них не было, наверное, еще со времен, когда они жили в Чикаго. Однако, примечательно то, что во время секса Марти начинает буквально воспроизводить секс его жены с любовником Гэри, что вызывает шок на лице жены. Раньше ты такого не делал. Подумал, что тебе понравится. Эта фраза заставляет Венди задуматься, откуда ее муж знает, что такой секс ей нравится. Поэтому она проверяет компьютер мужа и там находит то самое видео с ее изменой, понимая, что Марти знает об ее изменах вплоть до таких деталей. И кроме того, в этом эпизоде мы видим, как Шарлотта бросает работу и ва это, чтобы повеселиться с богатыми туристами в бухте. Там она позволяет себе вольности и даже спит с парнем по имени Зак, прежде чем на своем горьком опыте узнает, что она для таких парней. Всего лишь одноразовая вещь. И наконец эпизод заканчивается плачевно для Марти. Сначала он приходит в свой отель Blue Cat и обнаруживает, что Райчел копается в его щитах и понимает, чем на самом деле занимается Марти. Разговор сразу же перерастает в крик, в ходе которого Райчел даже угрожает рассказать все полиции. После чего Марти просто в злости уходит, так как ему не дали возможности объясниться. И позже мы видим, как Эш показывает Джейкобу фотографию в своем телефоне, на что в данный момент смотрит вживую Марти. Они поставили крест. Несомненно, это плохая новость, потому что Марти пообещал Джейкобу, что строительство церкви остановится полностью. Поэтому Марти сразу же мчится к Мейсону и Крест, чтобы защитить их от гнева Снеллов. И он пребывает как раз вместе с ними, что заставляет задуматься, а что если бы он приехал позже? Что бы сделали Снеллы с семьей Янгов? Но как бы то ни было, Марти пытается защитить семью, которая вообще не понимает, что происходит и почему к ним приехали. И для того, чтобы обеспечить их безопасность, Марти отдает Снеллам все свои 724 тысячи долларов. Тем временем, Расса начинает беспокоить Петти, который убеждает его, что Марти нельзя трогать, так как им нужно с ним сотрудничать, если они хотят открыть свой магазинчик и получить от Марти финансы. Дабы внести здесь немного ясности, Расс ранее рассказал Петти, что Рут хотела убить Марти. И теперь Петти убеждает Расса, что бы он ни в коем случае не допустил смерти Марти. Понятно, что Расс не знает его факта, что Петти просто использует его, чтобы добраться до Марти. Но тем временем Марти пытается изо всех сил возместить деньги, которые он отдал за безопасность пастора и его жены. Он пытается заставить всех, с кем он раньше работал, инвестировать, однако большинство его бывших клиентов ищут Брюса. И это напоминает нам о том, что Марти всегда был мозгом операции, однако Брюс был милым болтуном, который мог уговорить клиентов вложить свои средства. После этого мы видим, как ситуация накаляется еще больше, когда в городе появляется человек Делла и угрожает Венди, намекая на то, что Марти должен поспешить с отмыванием денег. Поэтому, чтобы как-то снова помочь мужу, Венди общается с Сэмом, так как она знает, что у его матери Юджинии есть 900 тысяч долларов, которые она может инвестировать в фонд Марти. Венди объясняет Сэму, что если они вложат эту сумму, то очень скоро получат хорошие проценты, и это действует, потому что Юджиния инвестирует свои деньги в фонд Марти, а после ссорится со своим сыном. Судя по всему, у Сэма накипело, потому что его мать явно ужасный человек, который не дает свободы своему сыну. Сэму это надоело, поэтому он увольняет Юджинию. Напомню, что раньше она помогала сыну украшать дома для продажи. Однако дальше случается то, что никто не мог предвидеть. По неосторожности Юджиния выходит на проезжую часть, где ее сбивает мусоровоз прямо на глазах у сына. Однако на данный момент Марти борется за то, чтобы снять крест со своей недостроенной церкви. И так как Мэйсон не дает это сделать, Марти вынужден рассказать Янгам правду про Снеллов и их наркобизнес, которым они промышляют прямо на проповедях пастора. И если Мэйсон не вернется к проповедям на воду, Снелл поубивает всех на свете. Я не буду распространять наркоту во имя Господа. Тогда собирай вещи. Мы не из тех, кто бежит от таких проблем. Нам о ребенке надо беспокоиться. Господь защитит. Как Сент-Луис. Мэйсон. Пуля была в трех десятых дюйма от моей аорты. Но прошла она вылет. Это же не совпадение. Это не Господь тебя защищал. Это пацан херово прицелился. И следующее, что делает Мэйсон, это идет напрямую к Снеллам, чтобы попросить их перестать торговать наркотой на его проповедях. Однако, естественно, никто не собирается прекращать этого делать. И более того, Джейкоб рассказывает Мэйсону, почему на самом деле Марти захотел построить церковь. Для отмывки денег. И пока Мэйсон в злости сжигает церковь, между Венди и Марти назревает ссора, так как она считает, что детям стоит вернуться в Чикаго ради их безопасности. И просто потому, что там им будет лучше жить. Однако Марти не согласен. Послушай-ка, если кто из нас побежит, нам конец. Так что забудь. В этой же сцене Венди говорит мужу, что знает о том, что он хранит на своем ноуте видео с ее изменой. И хотя мы понимаем, что Венди стала изменять мужу, потому что не получала должного внимания от Марти, он с горечью говорит жене. Ты разбила мне сердце, Венди. Следующий эпизод делает перерыв и возвращает нас в прошлое, а именно на 10 лет назад, на время, когда Марти и Брюс начали работать с Деллом. И когда агент Петти пытался вывести на чистую воду Делла и картель. Оказывается, он занимался этим делом еще до того, как Марти и Брюс стали работать на Делла. И его информатором был Луис, который уже несколько лет отмывал деньги для Делла. И когда Луис появился в одной из последних сцен эпизода, нам становится понятно, почему прошло 10 лет, а Петти все так же жаждет посадить Делла. Но к этому мы еще вернемся. Итак, возвращаясь в прошлое, мы видим, как Венди проходит одно за другим собеседование на работу. Однако ей везде отказывают. В свое время Венди взяла отпуск от работы, чтобы уделить время семье и ее пополнению. А теперь, когда прошло время, она снова просится на работу, работодателям кажется, что Венди потеряла сноровку. Поэтому ей отказывают, что приводит к ее депрессии и слезам, а также нехватке денег в семье. Это и стало одной из причин, почему Марти согласился работать на Делла, чтобы обеспечить бесперебойный поток денег в семью. Однако интересно, что привлекло Делла в Марти? Почему он предложил ему работу? Дело в том, что Делл догадывался, что у него кто-то ворует, но он не мог это доказать и вообще проверить. Поэтому после огромного списка финансистов, которые ничем не смогли ему помочь, Марти оказался человеком, который честно открыл глаза Делла на многочисленные кражи его денег. И теперь, впечатленный скурпулезностью и честностью Марти, Делл предлагает ему работу. Мне нужен кто-то не просто умный, но еще и честный. Потому что честность, друг мой, это щит от жадности и тщеславия. Однако сначала Марти тяжело перешагнуть этот моральный барьер и начать заниматься нелегальным отмыванием денег. К сожалению, мой список клиентов полон. Жаль это слышать. И все же Делл умеет убеждать. Плюс к тому солидный куш, который обеспечит семью Марти до конца жизни. И наконец, жена, которая дает добро, делают свое дело. И этот эпизод дает понять, что для Марти и Венди важнее всего. Защитить и обеспечить свою семью. Это, можно сказать, является главной темой сериала, начиная от первого и заканчивая последним эпизодом. На что Венди и Марти готовы пойти, чтобы защитить свою семью. Однако, как мы поняли из первого эпизода, кажется, работать на Делла было не самым верным решением. И оно явно подвергло всю семью Марти опасности. Интересно также то, что этот эпизод открыл нам, что Делл не хотел работать с Брюсом. Потому что для него он был обычным, несерьезным болтуном. Однако, именно верность Марти своему партнеру, который попросил, чтобы Брюс работал вместе с ним, побудила Делла принять Брюса на работу. Брюс основал фирму, он мой лучший друг с колледжа. И я уверен в людях вроде Брюса. Тебя беспокоит именно то, что рядовым гражданам дарят в нем уверенность, и они несут ему деньги. И мне понадобятся эти деньги, чтобы отмыть твои. И здесь встает вопрос, а что если бы Марти взялся за работу на Делла, но не позвал с собой Брюса? Пришлось бы ему и его семье убегать из Чикаго в Озарк? Конечно же нет, потому что не Марти воровал деньги у Делла, а именно Брюс, но пострадали из-за этого другие, а именно семья Марти. Что же касается Петти, то он получил наибольшее развитие персонажа благодаря своей наркозависимой матери, которую он очень любит. Любит он ее до такой степени, что даже поначалу не замечает проблемы матери с наркотиками. Однако, на это указывает его любовник доктор. И позже эта догадка подтверждается, когда Петти застукал маму за приемом наркотиков у какого-то дилера, которого он в ярости избил. Однако, дальнейшие события показали, что мать Петти решила взять себя в руки и ради сына начать бороться с зависимостью. Однако, финал эпизода дает нам дополнительную информацию, почему Петти до сих пор, спустя 10 лет, все так же продолжает заниматься Деллом. В какой-то момент, когда Делл принимает Марти и Брюса на работу, он сразу же увольняет Луиса за то, что тот работал информатором у федералов и потому, что он воровал у него. И в качестве наказания, а также демонстрации силы для Марти и Брюса, Делл приказывает задушить у них же на глазах Луиса. Так что напарники поняли, что тут дело серьезное и о сложности допускать просто нельзя. Ты не представляешь, как здорово иметь рядом того, кому я могу доверять. В девятом эпизоде мы возвращаемся в настоящее и это несомненно трагический эпизод. С тех пор, как Берды переехали в Озер, кажется, что смерть буквально обосновалась в этом городе. Эпизод начинается с того, что так продавец в отеле Блю Кэт покупает оружие для Джоны, которое тот позже закапает в лесу под опавшими листьями. Венди наливает мужу кофе и предлагает ему помощь. По-видимому, она протягивает оливковую ветвь после последней ссоры в конце седьмого эпизода. Однако Марти не особо интересует перемирие, но чуть позже Бадди говорит Венди интересную фразу. Если бы мы с бывшей женой выясняли бы так отношения, то все еще были бы вместе. Затем Марти приезжает на место тлеющей церкви, где шериф Никсон говорит ему о том, что это место преступления, так как церковь подожгли. А это значит, что Марти не сможет очистить это место, как он договаривался со Снеллами. Однако, в какой-то степени этот эпизод посвящен Расу Лэнгмору, который на данный момент обсуждает с Пэти, куда они могут переехать, чтобы как пара начать рыболовный бизнес. И в момент, когда Рас, казалось бы, нашел себя, Пэти говорит ему. После длительной паузы, Рас понимает, что он был обманут и использован. Пэти просто хотел, чтобы Рас разузнал что-нибудь о Рут, чтобы ФБР могло задержать ее и допросить касательно дел Марти. Рас набрасывается на Пэти, обвиняя его в том, что это он превратил его в гея. Однако, Пэти напоминает ему о его прошлом аресте за съем 19-летнего мальчика по вызову. Так что Рас уже какое-то время был геем. Будешь работать со мной, или об этом узнают все. Пока Пэти манипулирует Расом, Бёрд и продолжает использовать бедного Сэма. Он винить себя в смерти матери. Я не смогу выбрасывать мусор, не думая о ней. И теперь Сэму необходимо вернуть часть денег на похороны матери, которые ранее она вложила в фонд Марти. Однако Марти не в силах отдать эту сумму, но взамен он предлагает Сэму оплатить расходы, связанные с похоронами. И в похоронном бюро Венди понимает, что мать Сэма хотела очень-очень пышные похороны. Какая общая сумма? Без налогов 49 тысяч 950, вместе с памятником. Понимая, что владелец бюро завышает цены, поэтому, включив режим переговорщика, Венди предлагает альтернативное решение. Как все прошло с Сэмом? Мы теперь владельцы похоронного бюро. Вернувшись в Блю Кэт, Марти уговаривает Рэчел дать ему еще недельку, чтобы закончить свою работу. А для того, чтобы в случае разоблачения копы ее не арестовали, Марти записывает голосовое сообщение, в котором угрожает жизни Рэчел, если она откажется дать ему отель. Таким образом, она сможет использовать это голосовое, если Марти поймают, а к ней у копов будут вопросы касательно нелегальных дел в отеле Блю Кэт. Тем временем, Расс начинает давить на Рут, чтобы она сказала, попытается ли она снова убить Марти. Дело в том, что Расса прослушивают агенты, и если Рут признается, то ее арестуют и смогут допросить насчет Марти. Однако, Расс треском проваливается, потому что Рут, скорее всего, догадалась, что делает ее дядя. И теперь Ватча не раз говорит своему брату Бойду, что с ним случилось, и что им нужно убегать из города. Однако, сначала им нужно убить Марти, чтобы забрать его деньги. На следующий день Расс говорит сыновьям собирать вещи, но Вайет расстраивается, когда узнает, что Рут с ними не поедет. Мы уезжаем сегодня, и вы сделаете то, что я скажу. И вот это непонимание, насколько сильно Вайт привязан к Рут, станет для Расса большой ошибкой. Потому что расстроенный Вайт рассказывает Рут о том, что они уезжают, и что его отец с Бойдом куда-то уехали, прихватив с собой оружие. Рут понимает, куда отправились ее дяди, и теперь она должна принять решение. Если помните, то ранее она хотела убить Марти и подключила оголенный электрический провод к лестнице на его причале. Так что теперь она должна решить, или предупредить Расса и Бойда об этом, или дать им убить Марти. И пока она обдумывает это решение, к дому Бёрдов подъезжает грузовик с деньгами для отмывки. Это 50 миллионов долларов, и эту сумму нужно спрятать в безопасном месте. В стене они их спрятать не могут, потому что там деньги сгниют. Поэтому они вовлекают своих детей в семейный бизнес, заставляя их упаковывать деньги. Тем временем, Расса Бойда приплывает к причалу, чтобы убить Марти, и в этот момент Расс хватается за лестницу и получает сильнейший удар током. Бойда в растерянности, не зная, что делать, прикасается к брату и тоже получает сильнейший разряд. Вся проводка перегорает, и Марти, Райчел и Человек Делла прибегают на пристань, где обнаруживают два трупа. Райчел замечает, что кто-то пошаманил с проводкой и сделал это специально. Ну и Марти догадывается, кто мог желать ему смерти. Поэтому он приезжает в стриптиз-бар и видит там платящую Руту. Они же твои дяди. Я не могла позволить убить тебя. Тем временем, Петти сидит в баре, когда ему звонит агент Эванс и говорит о несчастном случае на пристани. Финальный эпизод открывается тем, что показывает нам последствия смерти Бойда и Раса и то, как она влияет на окружавших их людей. Берды идут выразить свои соболезнования и Три и Вайетт, кажется, в шоке бросают камни в банку. Между тем, Венди благодарит Рут, одновременно выражая сострадание и признавая факт того, что Рут спасла ее мужа. Позже Рут, пытаясь утешить Вайета и заодно чувствуя вину за смерть Раса и Бойда, предлагает взять на себя опеку над Вайеттом и его братом. Однако настоящая драма начинается с проповеди Мэйсона на озере, когда он не может пересилить себя и поступиться своими принципами, зная, что он способствует продаже наркотиков. Поэтому он останавливает проповедь, о чем узнают Снеллы, и понимая, что пастор не станет их сообщником, кажется, готовы преподать ему урок. И после сцены, в которой Рэйчел находит в отеле Блю Кэт грязные деньги, которые Марти должен отмыть, и часть из них ворует, а потом, кажется, уезжает из города, Мэйсон прибывает к Джейкобу. Эти два принципиальных человека находятся на распутии, однако мы начинаем чувствовать напряжение, потому что не видим рядом с Джейкобом Дарлин, который обычно всегда присутствует при таких разговорах. В какой-то момент Джейкоб говорит Мэйсону, что жизнь – это выбор, и пастор, кажется, сделал свой выбор. И вернувшись домой, Мэйсон слышит детский плач, а на крыльце он находит своего ребенка, однако его жены Грейс больше нет. А Джейкоба Марти узнает, что случилось, и теперь у него, кажется, созревает новый план. Марти приходит к Джейкобу, прихватив с собой 300 тысяч долларов, и предлагает ему стать единственным покупателем его героина, а заодно предлагает ему отмывать их деньги, но это предложение, кажется, не нравится Дарлин. Не думаю, что игра стоит свеч. Эпизод начинает приобретать еще больше напряжения, когда человек Делла ловит Венди и детей, которые пытались сбежать из города. И в этот момент Джона наставляет на врага оружие, которое ранее ему купил так. И даже нажимает на спусковой крючок, однако он не срабатывает, так что похоже, что Джона был готов убить. Однако в этот момент появляется Бадди, и говорит семье убегать, а сам убивает мексиканца. После этой сцены сценаристы позволяют нам немного успокоиться перед возможной бурей финальных сцен. Марти приходит домой и находит там мертвое тело мексиканца, а позже использует свое похоронное бюро, чтобы вместе с Бадди избавиться от трупа. Затем нас перебрасывает на Пэти, который очень подавлен тем, что у него не получается прижать Марти. И в какой-то момент он замечает Делла, который приехал в возраг, чтобы повидаться с Марти и узнать, где же его мексиканец. Тем временем Венди и дети встречаются с частным детективом, который все это время работал на Марти. И теперь он дает им все необходимые документы, чтобы Венди и дети сбежали и начали новую жизнь с новыми именами, но без Марти. Венди узнает, что Марти попросил детектива собрать эти документы, когда они находились еще в Чикаго. Так что у него всегда был отходной план, как спасти свою семью. Теперь они могут убежать и начать новую жизнь. В любом случае, Венди не была счастлива с Марти. Однако Марти и сам скоро будет очень несчастлив. Он обнаружит в своем доме Делла, который ищет убитого мексиканца. Но даже под пытками Марти не рассказывает правду. Однако взамен он предлагает Деллу поехать вместе с ним к Снеллам. Его цель объединить двух главных криминальных авторитетов. Дело в том, что картель теряет 20% своего товара из-за конфискации на границе. Поэтому Марти предлагает затопить часть земель Снеллов и открыть там речное казино, которое будет способно, по его подсчетам, отмывать 90 миллионов долларов в год, что более чем достаточно для обеих сторон. Все это выглядит как идеальная сделка, пока Делл не подшучивает, что только Марти мог убедить его стать партнером деревенщины. Обычно предусмотрительный Делл в этот момент не учел вспыльчивость Дарлин и поплатился за это. Марти естественно не может в это поверить, ведь как можно было так облажаться? Однако Джейкоб спокойно говорит, что на место Делла картель просто пришлет другого мексиканца и никто не заподозрит Снелла в убийстве, потому что нет никакой логики в убийстве того, с кем они только что начали бизнес. Ошеломленный Марти возвращается домой и обнаруживает, что на его пути стоят копы и агент Эванс, так как он ищет Делла, но как они понимают, Делла здесь нет. Подумайте вот о чем. Если бы Дарлин не убила Делла, Марти тут же бы отправился в тюрьму вместе с ним, как его сообщник. Поэтому можно сказать, что она спасла Марти, но как бы то ни было, Делла нет, и причин идти в дом Снеллов, откуда ехал Марти, тоже нет. Марти отпускает, после чего он звонит Венди и говорит семье не возвращаться домой, потому что он не хочет для своей семьи такой жизни, когда им придется постоянно оглядываться через плечо. Однако здесь вступает Шарлотта со своими словами. Ты сделала нас взрослыми, когда рассказала о делах отца. Уже ничего не вернуть. Поэтому семья Марти возвращается к нему, однако создается такое впечатление, что Венди уехала бы, но просто дети не позволили ей. Но как бы то ни было, теперь семья Бёрдов снова вместе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова